Всем привет! Вы на канале Мила Левит, и сегодня я хотела обсудить с вами тему Израиль и пережиток прошлого, пережиток моего прошлого. Хотела, наверное, просто пофилософствовать немного. В Израиле я с 15 лет, я здесь уже в общей сложности живу 17 лет, это больше половины моей жизни. И, наверное, должна вам сказать, только вот сейчас я поняла его и приняла. Я приняла Израиль таким, как он есть. Конечно, сравнивая постоянно Израиль и Россию, вы найдёте много противоречий и много отличий, и многие задаются вопросом, ваша ли эта страна, хорошо ли вам в ней живётся, и видите ли вы здесь своё будущее, и будете вы здесь рожать своих детей. Все это вопросы, конечно, не имеющие ответа до тех пор, до той меры, пока вы сами для себя не ответите на вопрос, насколько вы его принимаете. Вот с его непонятной немного культурой, с его какими-то явными такими недостатками. В начале первые пять лет всё вам кажется чужим, всё вам кажется странным, непонятным. Новый язык, новая культура, новый менталитет. Люди совершенно иначе думают и мыслят, хотя, конечно, я встречала таких гениев, которые вполне себя хорошо чувствовали, как рыба в воде, даже буквально после месяца приезда. Действительно, очень многое зависит от вашего характера, от вашей терпимости, от того, насколько вы коммуникабельны и насколько вы хороший психолог. Поскольку в конце каждый человек в душе это ранимое существо и к каждому можно найти свой собственный подход. И поэтому в плане общения с людьми, если вы не стесняетесь и ничего не боитесь, вы не боитесь, несмотря на плохой иврит, общаться, разговаривать с другими людьми, и с местным населением или с теми, кто приехал из СНГ уже давно и тоже могут вам стать хорошими друзьями. Если вы коммуникабельный человек, то, скорее всего, у вас вообще будет мало проблем с тем, чтобы прижиться в этой стране. Я такой человек по жизни достаточно закрытый, у меня всегда было 2-3 лучших друга, мне больше и не надо. Я люблю своё личное пространство, я люблю даже одиночество. Поэтому в плане общения и связи с другими людьми мне, особенно на первых порах, было достаточно сложно наладить контакт. И в этом-то и заключается проблема, поскольку если вы попытаетесь принять Израиль таким, как он есть, не попытавшись понять, откуда растут ноги, то вам будет гораздо сложнее. Вот если вы начнёте общаться с людьми, понимать их прошлое, откуда они приехали. Вот многие жалуются, возьмём за пример, марокканцев. Даже не столько марокканцев, сколько, в принципе, выходцев из Восточной Африки, вот все эти страны Тунис, Алжир, Марокко, очень многие приезжают оттуда. И у них, так же, как у нас, русских, остаётся свой какой-то менталитет общий, который сложно изменить даже с годами и даже с последующими поколениями. То же самое есть у обобщимых групп у марокканцев. И очень часто как раз возникает конфликт у русскоязычных людей с людьми вот с этими вот восточными. Даже не из-за того, что там кто-то кого-то как-то оскорбляет или кто-то как-то кого-то называет. Вот не из-за этого, просто они другие вот эти люди восточные. Они говорливые, они крикуны, они постоянно что-то от вас требуют и пытаются добиться. Если вы работаете в сфере услуг, вы это прочувствуете на себе сразу же. Хотя нельзя обобщать всех. Смотрите, я приехала сюда, да, меня никто сюда не тащил. Я приехала сюда одна без родителей по программе в 15 лет по своему собственному выбору, как мне тогда казалось. Сегодня же объективно я уже вижу, что это скорее было влияние извне. То есть были разные факторы, которые постоянно мне гундели на голову, что ты должна уехать, это твоя историческая родина, ты еврейка, твое место в Израиле. И поэтому как бы у меня достаточно чувствительной души детской, да, сложилось такое общее понимание, как факт, что я должна при первой же возможности уехать. Я не могу сказать, что мне там было очень плохо или очень хорошо в России. В принципе, я, да, всегда пыталась добиться какой-то самостоятельности и независимости, в первую очередь, и от родителей. И от системы, как бы от школы, от кучи кружков, в которые мне приходилось ходить, потому что так принято. Хотелось что-то в жизни поменять, поэтому для меня это был очень, так сказать, естественный поступок, когда я в 15 лет собрала манатки и уехала. Скажем, прошло всего лишь 2 года, 2-3 года, когда мне было 18, и я, когда возвращалась на летние каникулы в Россию, я видела, какие большие различия были раньше, и практически их не стало сейчас, потому что Россия стала развиваться, она стала более европизированной, более продвинутой, и поэтому уже не было такой разительной разницы. Вот скажем, я когда приехала, я практически сразу же купила себе в 16 лет мобильный телефон, когда в нашем, в Петрозаводске даже о таких даже, ну, может быть, кто-то слышал, но в целом, естественно, ни у кого не было. То есть это была какая-то такая совсем новинка, в которую даже многие не верили, что она как-то там продержится больше, чем как мода, знаете, которая приходит и уходит. В конце, если так сравнивать, у меня был мобильный телефон гораздо раньше, чем даже у московских бизнесменов. В последующие годы, когда я уже стала более взрослой, да, повзрослела после армии, уже я училась в институте, я приезжала проведать своих родителей, и я уже убеждалась уже не в том, что жизнь здесь, в Израиле лучше, а я уже больше убеждалась, что менталитет у меня тоже начал так меняться, что я уже стала, я уже перестала понимать русских людей, и мне уже многие аспекты были просто непонятны, особенно вот это пьянство, вот эта постоянная разгульническая жизнь, хотя денег нету, а люди всё равно непонятно. С одной стороны, объективно, жизнь в России была тяжелее и сложнее, а при этом люди казались там счастливее. Но, опять же, каждый раз, возвращаясь в Израиль, я снова убеждалась, что нет, всё-таки это моя страна, хотя всегда у меня была какая-то доля сомнений, действительно ли это моя страна, потому что чем дальше, тем больше я убеждалась, что это скорее не мой личный выбор был сюда приехать, а всё-таки это был выбор под воздействием всяких, как я вам уже выше сказала, факторов. И, например, 18 лет, если бы я дожила в России до 18 лет, я бы уже была не так уверена, что я 100% хочу сделать репатриацию, поскольку чем дальше от падения, да, железного заменца, тем лучше становилась ситуация в России, хотя, наверное, до сих пор она не в идеальном состоянии. Я говорю именно как за систему. В этом плане Израиль очень-очень-очень свободная страна, и вы вправе делать всё, что угодно, вы можете быть совершенным каким-то фриком, ненормальным, сумасшедшим, но делать что-то гениальное, при этом здесь очень много людей, искусства, которые могли даже ничего не заканчивать, даже школу с трудом заканчивали, но в конце их воспринимают адекватно, их уважают за их творчество, за их какие-то умения видеть мир не так, как видит мир обычный человек, и они умеют воплотить это красиво в жизнь. То есть Израиль позволяет, наверное, каждому человеку именно проявить себя. В России такого практически нету. Если вы чуточку идёте в сторону, не так, как все, то вас уже начинают гнобить и начинают как-то там насмехаться. Даже ваши ближайшие родственники. В Израиле же такого нету, и мне это очень нравится, и точно так же воспитывают здесь детей. Если ребёнку чего-то хочется, например, девочке вдруг хочется идти на кружок тэквондо, никто не будет её переубеждать и говорить, что это не женское занятие. То же самое в армии. Очень многие девочки сегодня пытаются пройти на те должности, которые изначально предназначаются мужчинам. Женщины здесь в Израиле не видят явной разницы между мужчиной и женщиной. То есть чисто физиологически, а всё остальное, в принципе, одинаково. Я это смотрю также и по семьям. Здесь практически все живут 50 на 50. То есть нету такого, что жена будет сидеть дома, расти детей и готовить еду, а муж будет, значит, самым главным зарабатывателем денег. Такого здесь нету. Здесь равноправие вот от и до. Это проявляется как и в отношениях между мужчиной и женщиной, так и в отношениях между взрослыми и детьми. Не пугайтесь, что у меня очень сегодня витиеватая тема разговора. Просто реально очень много мыслей и сложно их вложить в кучу, в какую-то определённую тематику. Насколько я знаю, сейчас есть большая новая волна репатриантов из СНГ. Поэтому видео «Всё, что касается Израиля» вас очень интересует. Я это заметила, я обратила на это внимание. Поэтому я стараюсь думать на какие-то такие темы, которые могут вас заинтересовать. Опять же из-за того, что я здесь очень давно, поэтому мне сложно сейчас собрать какую-то информацию конкретно касающуюся новых репатриантов. Я вам лучше скажу вот свой личный опыт, такое своё личное ощущение человека, который здесь живёт достаточно давно. Приехала бы я сегодня в Израиль? Тоже я должна вам уже сказать однозначное, да. Туда же сравнивать не надо. Я уже сегодня ощущаю себя полноценной израильтянкой. Я когда три года назад я ездила в Россию, я себя там очень плохо чувствовала морально. Вот буквально на третий день мне уже хотелось вернуться. И я думала, ну, может быть, это вначале. У меня, знаете, переживания, то, что я детей своих оставила дома. Хотя я туда ехала с родителями, как бы мне там было где жить. У меня осталось, да, гражданство. У меня там всё есть. В принципе, если я захочу, я могу хоть завтра купить билет и поехать жить в Россию хоть навсегда. И даже под конец моего отпуска я всё равно прямо очень уже очень хотела оттуда уехать. Вот меня просто буквально всё там раздражало. Не то чтобы даже раздражало, а меня огорчало. Вот я как бы постоянно изучала эту страну с той стороны, именно насколько она подходит мне под мой характер. И сегодня я уже, да, могу однозначно дать вам ответ, что это, да, моя страна, и я отсюда никуда не хочу уезжать. Особенно, когда вы часто сравниваете свою изначальную страну приезда и Израиль. Постоянно что-то хочется сравнить, где-то увидеть достоинства, где-то недостатки. Просто я считаю, что нужно брать эту страну в целом, целиком. Невозможно делить её на части, потому что слишком разные два мира. Россия вообще другой мир. Как бы, несмотря на то, что меня всё ещё интересует то, что там происходит. Например, мне больше близок, например, чувство юмора мне всё-таки ближе российское. Я люблю смотреть все сериалы российские, российские каналы ТНТ я люблю смотреть. Я люблю смотреть что, где, когда. Да, то есть какие-то такие вот вещи, которые меня зацепили ещё тогда в юношестве. И до сих пор у меня к ним есть какая-то ниточка, привязка. То есть я, конечно, с одной стороны израильтянка, но при этом вот язык, да, то, что я веду канал на русском языке, это всё всё-таки говорит о том, что где-то внутри меня всё-таки русский человек ещё сидит достаточно хорошо так и стойко сидит, да, не хочет вставать. Когда вы уже приедете сюда на постоянное место жительства, то, опять же, я вам говорю, вначале будет у вас небольшой культурный шок, поскольку здесь всё по-другому. К вам однозначно будут более тепло и доброжелательно относиться совершенно незнакомые к вам люди, потому что просто здесь так принято, здесь нету такого негатива и нету таких, не знаю, наверное, совсем условий таких, которые бы озлабливали бы людей, да. Мне кажется, в плане даже финансовом здесь жить гораздо проще, в том плане, что, вот скажем, не нужно иметь такой, я смотрю, как сейчас, как взглядом девушки, не нужно иметь такой огромный гардероб, зимние вещи, демисезонные вещи, летние вещи. Здесь практически все вещи у меня летние, может быть, есть там несколько свитеров и курток, и пара сапог, но практически зимних вещей тут особенно не требуется. Поэтому на многом, в принципе, можно было бы сэкономить, на чём вы не смогли бы сэкономить в России. И, опять же, всё зависимо от вашего заработка. В целом, если сравнивать с российскими зарплатами, то здесь всё очень и очень дорого, в разы дороже, там и цены на квартиры особенно. Но если сравнивать всё с местным заработком, даже если вы работаете не на самой успешной работе, всё равно более-менее вы сможете сводить концы с концами в конце месяца. Что я вам хочу сказать? В принципе, да, это такое поощряющее, воодушевляющее видео, я надеюсь, для вас, поскольку я всегда рада новым людям, новым репатриантам, новым подписчикам. И если у вас есть какие-то конкретные вопросы по приезду в Израиль, обязательно пишите мне в личку или ВКонтакте, или в Фейсбуке, ищите меня. Пишите мне, я вам на всё отвечу, конечно. И если у вас есть какие-то ещё темы видео по Израилю, которые вас интересуют, то пишите мне об этом в комментариях под этим видео. Я обязательно всё прочту и постараюсь воплотить все ваши желания в жизнь. Вот, в целом, ещё раз извиняюсь за сумбурность своего языка, своего разговора. Я надеюсь, что вы меня простите. У меня вообще сейчас перерыв на обед. Я тут села под деревом, устроила такой маленький пикничок себе, и скоро уже снова возвращаюсь на работу. Вот, всем спасибо за просмотр, всех люблю, всем хорошего настроения, хорошего окончания лета. У нас, в принципе, уже осень, но осени как таковой нету. Всё ещё продолжается лето. Ну всё, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»